Всем привет! Видео с коррекцией моих ногтей не было больше двух месяцев, но на то были свои причины. У меня была сломана рука, и я просто не могла никак себе переделать ногти. Своими старыми я отходила месяц, потом сходила к мастеру, чтобы она мне переделала ногти на этой руке, и вот эти вот два ногтя, которые не были в гипсе, потому что я не могла себе позволить ходить с ногтями больше месяца. Для меня месяц это уже было просто что-то, это был мой просто рекорд. Несколько дней назад мне сняли гипс, но ситуация плачевная, потому что вот это пока что максимум, на который я могу сгибать вот эти вот три пальца, они у меня были загипсованы. Нужно постепенно разминать эту руку, я стараюсь, но я очень сильно хочу переделать себе ногти. Вот этим вот трем ногтям, которые были в гипсе, им два с лишним месяца. 27 числа мне наложили гипс, где-то за два дня до того, как я сломала палец, я переделала себе ногти. С этим мне повезло немножко. 27 ноября я сломала, сегодня у нас 31 января, и я надеюсь, что у меня получится переделать. Дизайн будет простенький, потому что на что-то большее я не способна, и длина будет короткая, куда мне еще с длинными мучиться. Специально для дизайна я купила, заказала на Валберсе точнее, вот этих малышек. Это флок для ногтей. Мне кажется, старички помнят, что это такое, а вот новенькие, кто только недавно вошел в сферу ногтей, понятия не имеет, что это такое. И это, короче, такая, такой типа порошок акриловой пудры, но это типа шерсть, вот. В процессе работы вы поймете, увидите, что это такое. И эта штука была популярна, блин, лет, наверное, пять назад, ну, может, чуть поменьше, года три-четыре назад. Было очень много гель-лаков с флоком, то есть гель-лак, когда ты его наносишь на ногти, типа у тебя там шерсть такая. А это просто флок в баночке, потому что у меня появился потрясающий дизайн. Вы знаете, что я огромный фанат коровьего принта, и я увидела просто нереальный дизайн с флоком и коровьим принтом. Я очень надеюсь, у меня получится его сделать. Давайте скорее переходить к коррекции ногтей. Я очень жду, потому что это два месяца этим ногтям, больше двух месяцев этим ногтям, и больше месяцев вот этим ногтям. Это ужас. Это мой рекорд, который я не побью, наверное, никогда. У меня тут, наконец-то, новенькая фреза зелёная насечка. Возможно, в прошлом видео я вам её показывала. Прошло два месяца, я не помню. Вы очень просили заменить меня ту старую, и, наконец-то, у меня дошли до этого руки. Ручку фрезера я решила обмотать вот таким вот бинтом, который у меня после гипса остался, чтобы было меньше вибраций, и это действительно помогло. За счёт того, что ручка стала пошире, мне было её удобнее держать. Давайте вблизи ещё раз посмотрим на этот отросший ужас и скорее начнём его снимать. Я просто до сих пор в шоке. Я никогда не видела свои ногти отросшими двухмесячной или даже месячной давности. И вот так вот аккуратненько, держа фрезер всего двумя пальчиками, потому что остальные не сгибаются, я начинаю убирать длину и полностью снимать покрытие. Перебираемся на коленки, и очень много будет кадров с этого ракурса, потому что на этих ногтях мне так было удобнее, потому что я не могу их согнуть или как-то нормально зафиксировать другими пальцами, как я это делаю обычно. Но, тем не менее, снятие прошло достаточно быстро, я думала, будет посложнее, и сейчас я опиливаю форму. Маникюр я делаю фрезой пламя с синей насечкой, перешла уже только на одну фрезу, потому что как-то и с ней, в принципе, справляюсь. Аккуратно поднимаю кутикулу и дальше буду срезать её ножничками. Точнее, не ножничками, а твизерами, просто потому что они оказались под рукой, а ножнички мне было лень искать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но куда же без этого. Дальше я сходила, помыла руки, наношу праймер, и затем покрываю ногти сначала тонким втирающим слоем базы, а потом делаю просто выравнивание базой. Любуюсь результатом, потому что ожидала я чего-то более ужасного. Я прям удивилась, что у меня так всё неплохо получилось сделать. И дальше переходим с вами к покрытию, я наношу на одну руку белый гель-лак, делаю это таким черновым вариантом, под кутикулу я прокрашиваю, но особо не парюсь, что гель-лак полосит, это просто будет наш фон. Дальше черным гель-лаком я начинаю рисовать коровьи пятнышки. Пора бы мне, конечно, научиться делать их более реалистичными, потому что у меня это пока что-то какие-то кляксы, а по фоткам, которые я вижу где-то в Пинтересте, там прям коровка похожа на коровку. Надо мне над этим поработать. Кстати, правую руку я просто покрыла черным гель-лаком, решила не делать на ней дизайн, чтобы лишний раз никак не заморачиваться. Дальше я все это просушила, перекрыла топом, чтобы наши черные пятнышки уже были готовыми, и наношу молочную базу, просто мне показалось, что под слоем флока она просохнет лучше, чем я бы делала это на белый гель-лак. В общем, наношу его на нашу белую основу, не затрагивая черные пятнышки, и на непросушенный слой потом я начинаю сыпать флока. Сначала я начала делать это типсы, как обычно я делаю с акриловой пудрой, но флок оказался немножко другой по консистенции. Он в баночке собирался такими комочками, и я поняла, что проще его будет прям пальчиками брать и пальцами все это делать. Просушила, щеточка уборала излишки, и наш дизайн готов. В принципе, мне нравится симпатично, мягенько, миленько. Проделываю это на остальных ногтях, и впоследствии я поняла, что допустила ошибку с компоновкой дизайна. Было бы лучше не всю руку делать коровьим принтом, а почередовать пальчики с обычными черными ногтями, потому что так это смотрится как-то очень оляписто, не знаю. И все готово, все очень просто, очень быстро. Мне нравится, как это получилось, но я походила с этим один день, и этот флок очень жутко пачкается. К нему липнет вся пыль, которую очень тяжело как отмыть, так и убрать. Правая рука получилась такой аккуратненький, ровненький квадрат, а на этой руке за счет флока квадрат получился такой неровный, поэтому либо его нужно было комбинировать, либо я не знаю. В общем, я переделала на следующий день ногти, оставила правую руку черной, а на левой сделала вот такой вот миленький дизайн. Все равно я уверена, что долго с этими ногтями не прохожу, потому что короткий квадрат без укрепления у меня вообще не держится, и плюс я очень хочу уже опять длинненькие ногти, хотя бы чуть-чуть длинненькие. Но на первое время, пока рука чуть-чуть не придет в норму, меня все устраивает. Да и все на этом. Вот такая вот быстренькая коррекция. Если вы хотите видеть больше разных мастер-классов, идей дизайнов, то переходите ко мне в Инст, я буду вас там ждать. Еще раз очень прошу подписаться у вас на мой канал, мы с вами движемся к отметке в 100 тысяч подписчиков. Я буду этому безумно рада, поэтому порадуйте меня, пожалуйста. Все, спасибо вам большое за просмотр, до встречи в следующем видео.